С февраля этого года в Чебоксарах заработал портал «Доступное дополнительное образование», благодаря чему теперь записать ребенка в кружок или секцию можно, не выходя из дома. Какие нужны доработки и первые результаты работы нового портала обсудили руководители управления образования, педагоги, родители и дети. Чтобы попасть на портал, необходимо зайти на сайт городской администрации и кликнуть на баннер. Для записи в интересующую секцию или кружок есть возможность отправить заявку на электронный адрес учреждения. Вот уже Росток пробовал эту систему. Четыре родителя позвонили, они уже их записали. Родителю отзвонились, можно также по электронной почте написать. Для удобства поиска на портале есть виртуальная карта и строка поиска по адресу учреждения. Доступна и мобильная версия сайта. Главная задача – сделать портал максимально удобным для пользования. Так родители предлагают создать рейтинговую систему кружков и секций, чтобы знать, каким лучше отдать предпочтение. Среди предложений и создание форума на сайте, и включение в список частных школ города. Стоит отметить, что на сервере содержится информация только о городских учреждениях дополнительного образования. Поэтому было предложено включить в список и республиканские секции. Я думаю, мы предложим республике, министерству образования, министерству спорта поучаствовать в этом проекте. И я думаю, они согласятся. И таким образом мы учтем мнение всех горожан. Здесь можно выбрать направление, подходящее ребенку по возрасту, тематике и графику работы. Родители уже оценили удобство записи через портал. Ну вообще это замечательная инициатива. Мне она как родителю, безусловно, очень понравилась, потому что буквально в этом году я сталкивалась с проблемой. Я не могла найти ребенку секцию, которой хотел заниматься ребенок. Просто не могла найти. Поэтому это очень хороший инструмент для родителей. Единственное, что ему не хватает, на мой взгляд, это не хватает дополнительных коммерческих организаций, потому что не все услуги могут предоставить школу. А вот каким хотят видеть портал, рассказали и сами школьники. Я предложила отобразить частные школы, которые есть в Боксарах, чтобы больше детей могли ходить в эти дополнительные школы. Я предлагала интегрировать, получается, этот портал с сетевым городом, потому что, естественно, удобнее зайти на один портал, чем на двух разных что-то смотреть. И сделать подписку для сетевого города. То есть на сетевой город, чтобы приходили новости ребенку или родителю тоже. Если ему неудобно заглядывать на электронную почту, или у него нет электронной почты, но есть сетевой город. И, допустим, добавить еще расписание. Выслушав все предложения, разработчик портала Юрий Горшков заверил, что технически все нововведения возможны. В течение этого учебного года портал будет совершенствоваться. Анастасия Ковалева, Степан Гурьянов. Жень столица.